Привет, меня зовут Катя Кабак. Кабак — это фамилия Палиндром. Палиндром — это значит слово, читающееся задом и наперед. Сейчас у вас будут глупые лица, вы будете представлять, что Кабак, Кабак, да, туда-сюда, поэтому арабам очень легко читать мою фамилию. Продюсер такой, сколько тебе лет? И тут я так наигранно сменила темп, положила ногу на ногу и говорю, «А что, возраст имеет значение?» Это было именно попадание в образ. Это был сериал «Клуб» на MTV. Я играла малолетку, которую постоянно не пускали, и она придумывала кучу разных способов туда проникнуть. Абсолютно случайно поступила в Лондоне, в самую старую театральную академию во всей Англии. Мне там сказали, что такого английского языка они не слышали ни у одного иностранного студента. И я вот с такими глазами приехала в Россию, быстро сдавала там сессию, прилетала сюда, потому что, слава богу, там сроки разнились. Люди спрашивают, «А сколько тебе лет? Подожди, сколько? Как ты могла успеть все это сделать? Как ты уложила?» Я просто не умею мириться с вещами, которые мне неинтересны. У меня два высших образования, и актерское в Англии полноценное, и в России продюсерский факультет. В детстве я занималась очень много чем, благодаря моим родителям. Я им очень благодарна. Я синхронным плаванием занималась, рисовала, пела в хоре. Моя семья сыграла большую роль в моем становлении, вообще как личности. Мои родители познакомились в первый день весны, и папа сделал предложение маме на 11 день знакомства. Они безумно любят друг друга. Мой папа просто не может представить своей жизни без мамы. Я думаю, этот пример моего папы, как человека, который любит тонкие материи и очень чувствительный сам по себе, но при этом вынужден жить в таких жестких рамках бизнеса, где не продохнуть, где постоянно задыхаешься, мне, наверное, тоже дал каких-то внутренних сил с самого детства. И когда тебе там человек просто в разговоре бытовом говорит, да ладно, что, ну развод, ну что, ну развелись. А для меня это просто прям пропасть. Мой муж это прям, ну, прям вот мое все. Несмотря на его не согласие с моим методом изучения книг, когда мне говорит мой собственный муж, что он читает, чтобы узнать историю книги, для меня это просто шок. И мы с ним ссоримся, как два кота, вот серьезно. Я говорю, ты понимаешь, что книга написана не чтобы ты узнала, что Ваня пришел, сделал это, ушел туда, финал. Зачем ты мне это говоришь? Я почитал классные истории, если история скучная, я ее просто не читаю. Я думаю, что дети это такой же важный момент для артистки, как и вечное обучение. Я вряд ли сяду, я же мать. Вот это вот не про меня история. Я скорее там с ребенком на съемочную площадку приеду. Моя прям вот мечта, 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 мечта. Я хочу англоязычный проект. И такой, где я играю не русскую. Мой крест, который я несу в российском кинопроизводстве. Это две грани. Я либо героиня, такая без мейка, все, такая наивная девочка. Либо я роковая девушка. Я никогда не могу себя на 100% внутри серьезно воспринимать. Я даже когда говорю, что вода кипит при 100 градусах, я думаю, ну не знаю, может и нет. Вот у меня такое отношение, не знаю, из-за Лондона, из-за своей там, да, школы, или это изначально у меня такое отношение к жизни. Я люблю, когда и в учебе, и везде, ну прям рубят напрямую. Когда режиссер бежит, матерится, кричит оператору-постановщику, свет нам поправь, кабак, а ты давай, ты понимаешь, что ты рассерженная стерва? И я такая, да, 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 класс, класс, поняла, поняла. И стою, как бы, думаю над своей работой. У актера видно по глазам, есть ли внутри опыт какой-то такой жизненный, в паузах, в скрытости, вот в таком, в медленном темпе, возможно, больше, чем в том, какая я, вот когда я просто искренне делюсь с миром, что вот я такая, обожаю гонять. У меня есть права на маломерные суда. Я, ну то есть, я не знаю, это такое, знаете, наверное, прототип Тома Круза, который умеет водить самолеты, любит сам заниматься какими-то вещами. Вот мне кажется, мне это близко. И у меня внутри белка, во мне живет белка в колесе, которая такая, так, 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 пять минут надо сделать, у нас есть, мы можем сделать вот это, мы можем сделать то. Ты не боишься, что это начнет это все выгорать? Конечно, очень боюсь. В мои 26 лет мой организм говорит, знаешь что, вау, давай-ка сейчас остановимся и немножечко все переоценим. Я забыла, что можно по пятницам отдыхать, что можно пойти и насладиться там чем-то. А люди вокруг меня нормально себе живут, и непонятно кто прав, потому что по итогу ты жизнь одна, и может быть надо как-то давать тебе больше слабины. Вот я об этом задумываюсь в последнее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok